Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре будет вот такой резистор SP5-35A на 4,7 кОм 91 года выпуска. Восьмой месяц. Год конечно не хороший, возможно уже меньше добавляли. Драгоценных металлов. Коротко расскажу, что это такое. Это переменный проволочный подстроечный резистор, потенциомер. Эти резисторы относятся к однооборотным резисторам с круговым перемещением подвижной системы, предназначены для эксплуатации в цепях постоянного переменного и пульсирующего тока, обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения. В данном резисторе содержится палладий 58 процентов. SP первые две буквы SP означают, что это резистор с круговым перемещением подвижной системы. Цифра 5 означает проволочный тип резистора, 35A типа номинал, ну и AR это Арзамасский завод радиодеталей. Теперь будем разбирать. Один я уже предварительно разобрал. Сейчас покажу, что там внутри. Он состоит из двух текстолитовых крышек. Тут пусто, тут гайка заворачивается и выкручиваете. Тут находится толстая медная проволока. Кто собирает медь, ее можно забрать. Вот она. На ней также намотана проволока. Иногда она тоже содержит палладий. Сейчас мы это проверим. И внутренняя часть, корпус алюминиевый. Нас интересуют вот эти вот бекунки. Два штуки. И возможно вот эта сковородка. Мы ее тоже проверим, хотя вряд ли. В ней драгоценных металлов нету. Судя по цвету. Сейчас я при вас второй разберу и потом все вместе это рассмотрим. Покажу как делал это я. Так, вот одна крышка отвалилась. Тут есть такая гайка. Ее надо будет выкрутить. Гайку, вернее, просто можно зажать и сам резистор вращать. Вот таким образом вращаем резистор. Гайка выкручивается. И дальше его будет проще разобрать. Также с двух сторон нужно ударить, чтобы клей от клея освободить. Вот так вытаскивается. Это вот латунь либо бронза. Тоже приемный металл. Также вот этот стержень тоже не магнитит. Наверняка латунь. Вытаскиваем медь. Текстолит не нужен. Также вот эти гайки не магнитят. Тоже латунь или бронза. Так. Таким образом Убираем текстолит и со второго также. Вот что у нас получилось друзья. Четыре вот таких вот напайки. Сейчас я на паузу нажму, покажу. Итак друзья, вот я извлек заклепки. И получилось вот такое количество бегунков с содержанием палладия 58%. Очень мало конечно, смысла даже взвешивать его нет. Но палладий хороший, 58% с двух штук и этого будет вполне достаточно. И в качестве бонуса две вот таких крышки алюминиевые. Столько вот меди. Тут кстати проволока иногда бывает с содержанием палладия. Но не в данном случае. Сверху вот намотано. Это либо нихром, либо манганин, либо еще какой-нибудь сплав. Ну и также бронза. Тоже немного. На этом обзор закончен. Всем кому было интересно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи.